Одну секунду, я себя заранее чуть-чуть спрячу, чтобы ничего не закрывать. Точно ли это рогалик? Магический океан. В стиме в описании игры написано мультиплеерный рогалик. Как это будет выглядеть, не представляю. Новая игра. Волшебный океан. Вы управляете кораблем, который плывет в центр волшебного океана. Вы можете развивать разные устройства корабля и его персонажей, чтобы подобрать свой собственный стиль игры. Внимание! Если ваш корабль будет уничтожен, вы проиграли и должны начать заново. В битвах против людей можно попробовать скрыться с поля боя. Как только почувствовали, что проигрываете. От компьютерных противников убегать нельзя, даже если на корабле есть командный центр. Очень интересно. Сейчас, одну секунду, чат. Один момент. Так. Все, я здесь. У, лазерный пистолет. Окей. Дальше. Подвигаясь в глупые океаны, будьте вступать в дуэли с противниками. Могу управлять компьютерные, а так и другие игроки. Ммм. Мультиплеерный FTL, что ли? Типа. Типа FTL и этот, аммм. С PvP режимом. Самый оптимальный вариант для большинства ситуации. Игра против людей или AI. В этом случае вы получаете максимальные награды. Время поиска противника ограничено 30 секундами. Можете играть только против людей или только против AI. В последнем случае, если будете получать меньше опций для улучшения после битвы. Какая интересная задумка. Очень-очень интересная задумка. Я не знаю, есть ли здесь онлайн. В смысле, есть ли люди, которые будут с нами играть. Ну, посмотрим. По итогам битв вы получаете награды. Повышение уровня персонажа устройств. Чем лучше завершили бой, тем больше выбор при повышении уровня. Бла-бла-бла-бла-бла-бла. Заплывайте в порты на карте. Размещайте устройства. Максимум улучшения для персонажей 3. Устройств 4. Много текста. Ой, какой туториал. Ой, я не люблю текстовые туториалы. О, мне плохо. Слишком много букв в чат. Спасите. Да, я спасибо за донат. Вернется ли когда-нибудь батл рояль на кораблях? По-моему, он уже того свое отработал. По-моему, он уже не очень популярен. Там, по-моему, уже никто не играет. Классный был. Один из самых моих любимых батл роялей. Я не помню, как он называется, но классный был. Что-то тут, короче, весь текст. Да, но это как FTL. Персонажи могут усиливать работающие устройства. Это FTL. Всегда действует только один самый сильный бонус. Сектора. Да-да-да, FTL. Сектора могут быть зеленые, желтые, красные. Ой, спасите. Какой ужас. Командный центр, магический щит, башня, магия света, магия тьмы, оружейная, магический абордаж. Ё-моё. Господи. Как они взделывали столько... Ой, нет. Ребят. Похоже, кстати, что, может быть, игра русская даже. Потому что переводы очень хорошие. То есть, игра похожа на русскую. И... Такие туториалы русские игры тоже любят. К сожалению. Ребят, не делайте, пожалуйста, такие туториалы в играх. Ну, ёппер, СТ. Ну, я не могу. Никто не доживет того, чтобы в онлайне поиграть. Всё, ребят, спасибо. Спасибо, блин, вам за этот туториал. Да, хватит. О, мой... Закрыть. Фу, жесть. А, точно, батлреяль на кораблях Mailstorm назывался. Спасибо, Десс. Классная игрушка была. Я не знаю, живая она или нет. Вряд ли. Батлреяль столько не живут, да? Рита. Ой, это Рита? А, добрый день. Рита похожа на норвежского этого... На норвежского симпатичного мужчину. А это Карл. А это Джерри. И Оливер. Лучшая команда. В... Истории человечества. Рита, Карл, Джерри и Оливер. Капитан... Капитан Рита воробей. Жесть. Так. Это... Что они у нас могут-то? А, вон их статы. Слева статы. Статы у всех одинаковые. Окей. Рита. Стоп. А, и можно внешность поменять. Принято. Ладно, поплыли. Все, я хочу плыть вперед. Где настройки? Барбак, привет, как жизнь? Привет, привет. Неду. Я запомнил, как твой ник правильно читать. Жизнь отличная. Ам... Так, я хочу играть против других игроков. Я хочу попытаться играть против других игроков. Ну, или давайте поставим против игроков ИЭА. Рекомендуемый вариант. Поставлю тренировочные хотя бы бои провести. Так, плывем на следующий остров. Вы добрались до порта. До порта, а значит, можете заняться улучшениями своего корабля. Будь то увеличение корабля, получение нового устройства или улучшение старого. Башня минус один. Нет, башня один. Наверное, это апгрейд. Магический абордаж. Магический щит. Ну, я не знаю. Дай мне магический абордаж. Звучит весело. Это было, типа, поиск противника. Окей, она должна 30 секунд поискать нам живого противника. А потом кинет нас против бота. Если я правильно понимаю, как работает подбор. Да, туториал, конечно же. Музыку можно чуть потише. Принято. Сейчас мы в бой зайдем. А, нет, пока поиск идет, я могу... Могу чуть потише сделать музыку. Музыку... Вот так вот. Окей. Это бот. Это человек? Никто не знает. Э, бот. Бот. Что делать? Стреляй... Туда. Прогресс абордажа 0. Магический абордаж. Старт. Окей, я стартанул. Магический абордаж. Урон от пушек 11. Ты, человек в шапке, иди работай на абордаже. А, окей. Это здесь по линиям устройства стоят. Как пушки будут стрелять? Просто сами будут стрелять или что? Сейчас узнаем. А, на пушку надо нажать. Окей, пушка, стреляй... Сюда. Магия тьмы. Урон 3. Я бы выстрелил в магию тьмы. Собственно, вот это наш бой, да? Как пошаговый FTL. Похоже на то. Но у меня явно больше мужиков. Или... Девчонок, я не знаю. Я сломал магию тьмы. Я буду продолжать. Если пользоваться логикой FTL, у них единственное, чем они могут атаковать, это... Магия тьмы. Верно? А теперь они на абордаж идут. Подожди, я могу стрелять? Я могу по ней стрелять. А, я могу стрелять в квадратик, где стоит персонаж вражеский. Стоп, если я выстрелю сюда, я должен подстрелить команду. А, команда делает ход. Окей. Пушка так странно выглядит. Где корпусы корабля? У их корабля осталось 84 хп. То есть, если я выстрелю сюда, я предполагаю, что фиолетовая медуза подойдет на один ход вперед, я в нее попаду ядром и подстрелю ее. Да, на один ход влево. У-у-у-у-у-у. Так. Абордаж. Это проблема. Все сюда. Все в атаку. Изи килл. Так. Теперь все в эту сторону. ну я так предполагаю что сейчас мы если всю команду врага а ты куда нет ты 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 идешь сюда предполагаю что мы команду врага если вынесем то они по очереди дерутся если мы уничтожим команду противника то мы должны победить я могу стрелять по своим пушкой свой корабль выстрелит наверное привет in the world что за шпиль на минималках in the world это мульти мультиплеерный рогалик приятно гейм на лайф мультиплеерный рогалик мы играем типа ftl в котором должен быть прям мультиплеер мультиплеер в теории но на практике пока что нам не дали играть мультиплеер пока что мы играем с ботами первый бой давайте побеждать все мы уничтожили какому команду хочу корабль астана стала висто мэйби отличная победа и противник отправился на дно празднуйте пока можете так чтобы вы хотели вынести из этой славной битвы увеличение корабля оружейную или оливера а был бы не против вынести оливера я бы очень не хотел оставлять на поле битвы оливера он как бы часть команды часть корабля ценный сотрудник я бы его вынес но я так понимаю что на самом деле это означает типа апгрейд на него сделать микрофон чуть подвину пушки полезнее человека мне понравилось мне понравилось выносить в команду врага в теле очень выгодно но наверное выгодно расширить корабль чтобы мы могли больше пушек ставить я сделаю расширение корабля плюс один отсек мне правда пока нечего ставить но используйте двойной клик для перестановки персонажа или устройства так ты сюда ты сюда ты сюда нет смысла двух персонажей в одном отсеке стакать о акулки попробуем найти и живого противника я попытаюсь найти чисто бой против другого игрока поставить что левое устройство делает абордажное устройство типа на абордаж своих управлять теперь поиск противника примерное ожидание время ожидания пять минут ух пять минут а амм примерно то есть я в лигу играю по чуть-чуть по вечерам там написано примерно время ожидания полторы минуты но это может затягиваться до пяти минут соответственно примерное время ожидания 5 минут плюс минус 15 что ли не знаю не говорит человек который играл в тарков абсолютно верно grey firefox кстати вот самая самая большая слабость тарков по моему мнению это как раз время ожидания на крайне загрузки если бы в таркове было быстрое подключение к серверам это а я бы я бы играл и сейчас в таркове очень-очень печально когда ты 10 минут ждешь подключение на сервер том часа убивают в 2 секунды и еще 10 минут жди следующее очень большая проблема в таркове также наверно и здесь ведь верно ведь попробуем подождем я подожду 6 минут час чисто потестить друг культиплеер хочу узнать с запозданием но вот песня про варлока и оператора билайн нахлаждайтесь спасибо добрый день знаю что сказать тебе при встрече не могу найти хотя бы пары слов они долгий вечер они долгий вечер другой музыкальный стримов они долгий вечер они долгий вечер станет ночью темной без стримов надо чуть-чуть друг поэпичный и снова оператор билайн и только ему доверяю я вот эта музыка для билайна подходит оператор билайн ты все мои тайны но даже и ты помочь не можешь и звонки твои мне одному совсем совсем вот ему давай дальше чертовы уведомления на донатах чертова музыка мешает стихи слушать знаешь что без слов тебе давно все ясно только прячешь пакеты своих счастливых гига и опять напрасно и опять напрасно собираюсь я все рассказать сейчас и снова оператор билайн и только ему доверяю я знаешь оператор билайн ты все мои тайны но даже ты помочь не можешь и звонки твои мне одному совсем совсем ни к чему снова вижу пакеты твоих счастливых гига но с тобой не вместе но с тобой не вместе снова будем мы и завтра и сейчас но с тобой не вместе но с тобой не вместе будем мы и завтра и сейчас и снова оператор билайн и только ему доверяю я знаешь оператор билайн ты все мои тайны но даже ты помочь не можешь и звонки твои мне одному совсем совсем ни к чему отличная работа личная работа так держать и давай спасибо тебе огромное добрый дьявол за донаты за много много донатов по 32 спасибо тебе большую себе за поддержку очень крутой стих спасибо тебе большое это 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 очень круто огонь чертов билайн а билайн мне уже не сможет помочь у меня оплачено до 15 февраля билайн я как бы месяц домру стоит она работает работает не трогай я просто билайна есть время до 15 числа чтобы что-то починить но вряд ли я их все равно оставлю поздно упущен момент билайн нельзя вот нельзя вот так вот просто брать и упускать момент все я я уже как в отношениях поругался там разъехались на недельку отдельно поживем типа подумаем и через месяц реведерчи я уже нашла другого простит приехал чувак на мазде 6 и все и вот так вот так что да спасибо тебе большое добрый дьявол за шикарные стихи что у нас тут с ожиданием времени 5 минут 15 секунд 20 секунд где 5 минут 20 секунд ровно прошло что-то мне подсказывает что мы на ждем 6 минут 6 минут и заканчиваем поиск варвар привет ты не знаешь выйдет ли казино на телефоне если да то как-то как хорошо что вы спросили дэспул я знаю как-то не странно я знаю потому что разработчики приходили к нам в чат на стриме разработчики казино и сказали что выйдет на выйдет на телефон когда выйдет в релиз в стиме плюс минус то есть они доделывают полностью игру в стиме выходят из раннего доступа и выходят потом на телефон так что ну это по большому счету цитата от разработчиков вот а может нет барлык может нет игроков твоего уровня может быть но может быть их вообще не хат или система подбора противников кривая ребят вот вроде мегатрон вроде собирается зайти нам он онлайн онлайн хромает к сожалению давайте попробуем так давайте пойдем в игру с ботом сейчас просто а потом после боя с ботом я попробую еще раз поискать подбор противника просто если она подбирает игрока еще и в зависимости четко в зависимости от уровня противников поскольку это рогалик здесь малейший дисбаланс в прокачке ну авто победа будет для одного или для другого но если я поставлю вот это нам попробуем погнали то есть если это рогалик пвп рогалик представьте какая жесть дисбаланс там двух уровнях прокачки будет двух предметах дополнительных практически у стороны которая более прокачена шанс победить будет 90 процентов я игру не знаю но если брать ftl за основу представьте а вот тел корабль более проапгрейдженый чем у противника ты победишь 100 случаях из 100 ну не считая какие там хитрые имба билды мантисов или что то такое похоже на игрока нет бот бот ого как у него куча скелетов так подождите так 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 вау магический абордаж магический щит и магия света окей то есть это чисто абордажники фул бойцы абордажники а это их уровень или это а это наверно номер их по порядку врагов ну они к нам придут то есть нам а у магического абордаж идет бонус к урону то есть когда ты на вражеском корабле а может пассивно не знаю можно твоем корабле тоже идет бонус у нашего корабля больше хп возможно здесь мы хотим попробовать их потопить и знаю что я буду им стрелять знаете куда как мне стрелять чуть 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 ты не стреляешь пушка пушко стреляй пожалуйста начать магический абордаж ты ей 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 не знаю бардак будешь ли ты играть в будет сперминат bpm будет сперминат нет это ритм игра мне противопоказано некраданса показал ритм игры для меня не заходят и нет чувства ритма попробую нажму кнопку вот теперь мне дает стрелять так я буду стрелять по вот у них есть магия света которая хилку им дает или сломать их магический абордаж чтобы сбить им бонус к урону какой урон у персонажей 89 а у их скелетов тоже 89 слушай но у их скелетов меньше хп 3 к урону это очень много это практически или 56 у них урон какой у них урон 89 или 56 и день не врубаюсь не знаю но в любом случае плюс 3 к урону это много это не знаю сколько она хилит на 3 хилка на 3 меньше чем бонус к урону окей я буду им стрелять в абордаж 89 это от бафа 56 просто огромный бонус окей это 50 процентов к урону выцеливаем их абордаж у них атакующих пушек нет то есть это корабль который полностью играет через за полностью играет через абордаж значит мне нужно собрать своих чуваков в одной комнате кстати кроме всего прочего ты сюда ты сюда ты сюда одного чувака стоит оставить здесь чтобы усиливал баф нашего магического бар абордажа один пойдет сюда и мы стреляем в абордаж и плюс параллельно наносим урон хилка на три меня внутри вход меня не беспокоит а подожди но я не пробиваю что ли у них щит не понял я пробиваю вот у них есть генератор щита но набор очков 3 щита вход но где уру а почему урон абордаж не наносится чудеса странная вещь творятся пробиваешь очень помаленьку да может лучше в скелетов стрелять самих да тогда давайте стрелять по скелетов этот скелет на следующий ход будет в на этой клетке о вот он вот теперь мы пробиваем нормально так сюда стрелять бесполезно они сейчас зайдут они сейчас уже зайдут на корабль так теперь я стреляю сюда чувак зашел на корабль ел ваншот ванкил теперь мне вот этот парень нужен здесь так ну и по своему кораблю я не буду стрелять окей еще минус скелет мы должны выиграть я не понимаю почему эти два скелета не идут никуда какие-то глупые скелеты а чё они не идут на абордаж что они будут делать мы же мы же выигрываем в итоге читать компьютер тупик компьютер тупик я не хочу барла какого нибудь план плана по проверке децелс есть сюда запилили кучу контента и я наигрался в децелс я вполне в децелс наигрался и нам по ощущениям мне мне децелса наверное хватит на конце жизни я очень хорошо в него поиграл в свое время у меня там много серий на ютубе есть и да ой слушай они ломают мне пушку прикинь они сломали мне пушку подъед а где хп моего корабля вот эти ребята они дамажат смотрите даааа они дамажат получается пока они стоят в этом отделе они не только команду бьют как в ftl они одновременно наносят урон отделу в котором я нахожусь у меня на самом деле мало хп у корабля осталось но теперь мы точно выиграли вот теперь мы победили потому что теперь их чуваки если я отправлю кстати тебя сюда ты будешь чинить корпус или нет теперь у них не должно быть возможности наносить урон потому что эти два скелета бракованные бракованные скелеты не этот не дамажит компьютер не тупит он тебя обыгрывает хитрый хитрый компьютер а они поддерживают работу места и хилки ну не знаю насчет их тактики что их тактики тактики противник отправился на дно празднуйте пока можете так магический абордаж проапгрейдить можно или оливера проапгрейдить или размер корабля но размер корабля не нужен очень ну не знаю магический абордаж пока что работал нормально окей после каждого боя идет фулат хил что за кнопка вы хотите отправить отчет об ошибке да вы ошиблись с туториалом из-за вашего туториала у вас ноль игроков окей остров остров то типа магазин но тут нет денег да денег нету ты просто на каждом острове выбираешь какую-нибудь штуку командный центр набор очков для бегства зачем мне такая фигня давай мне магию света или башню пошаговый тавер дефенс ну кстати да пошаговый тавер дефенс это наверное даже ближе чем к фтл ну что то среднее между тавер дефенсом и пошаговым фтл по ощущению не могу зайти в эту игру ребят что я сделаю я куплю башню теперь у меня есть башня о какая синенькая а почему она настолько хуже оружейной урон 11 урон 3 в чем фишка башни без понятия без понятия командный центр командный центр да зарядка двигателя и уклонения точно как в фтл верно нужно ли нам уклонение не знаю ну прикольно ммм че ищем еще игрок попробуем игроков нужно найти давайте еще один бой там попробуем а ну 30 секунд ищет игрока задумка задумка очень интересная но чтобы это работало здесь наверное должен быть просто массивный онлайн потому что оно должно распределять противников в зависимости от уровня соответственно например если в игре 100 этажей ну или допустим 100 вот таких схваток в теории оно должно быть минимум 100 человек в онлайне для того чтобы оно могло подбирать но они будут раскиданы по разным уровням поэтому они даже даже 100 человек друг с другом будут очень плохо подбираться беда беда самой идеи минимум 200 что-то такое наверное минимум 200 ну смотря сколько у них уровней ну это я так для примера сказал 100 этажей может у них тут 20 этажей тогда но на каждый этаж у тебя должно быть должен быть игрок чтобы ты мог на каждом этаже кого-то поймать кого-то игрока расстановка меня устраивает стреляет стреляем это что это боевой корабль да мы хотим не надо туда стрелять я хочу магический абордаж запустить как он интересно работает теперь я хочу стрелять пушка пушка хилка это что магический щит стреляем по по орудиям во в телу всегда выгодно стрелять по орудиям посмотрим как это будет работать тебя я переведу сюда чего эта пушка то делает башня 1 3 урона куда она стреляет как вы думаете идея есть она вообще стреляет или нет пока что игра неплохо для стрим снайпа ну вы меня не за стрим снайпили давайте чат что вот эта синенькая фиговина делает то не понимаю у меня сейчас будет абордаж готов а башня по людям стреляет окей тогда на следующий ход у нас будет абордаж все на абордаж окей мы одного подстрелили могу ли я прыгнуть окей абордаж заряжен как апгрейджная хилка но у меня чуваков много я не могу попытаться им сломать этот пушки иначе они мне корпус сейчас вынесут написано хилка хилит на 5 я пытаюсь ломать пушки чтобы они мне корпус не снесли вы будете ломать пушки что-то наши мужики плохо пушки ломают бонус к урону плюс 0 почему понос плюс 0 и оба где бонус к урону от магического абордаж зачем я его апгрейдил и ничего не понимаю набор очков для начала абордажа вход он сломан нет у него он сломан он сломан джонни окей ну пойдем очень нить а у наши ребята вообще пушку не дамажит вражескую она моим корпус дамажем когда стоим в пустой секции сколько мы больше дамажим чем пушка и они просто утонут потому что компьютер не посылает своих чуваков драться с нашими чуваками к мы бы здесь проиграли потому что у них хилка хилит на 5 наши чуваки наносит 5 урона вход мы не можем физически вынести их бойцов они нас вынесут но компьютер тормоз поэтому он на этот на компьютер тормоз противник отправился на дно вместе с нашей командой они умерли как герои выплывут изи ты знаешь что дай мне апгрейд на карла у я карлу могу дать урон в рукопашную карл будет супер абордажник 11 12 урона отлично на компьютер просто тормоз то есть игра делась видимо под мультиплеер и компьютер как заглушка компьютерные противники они ничего не делали то есть они бы могли выиграться но они могли они бы только что компьютер меня мог убить легко но он не запрограммирован до конца к сожалению компьютер не доделан то есть ее в синглплеере нет смысла играть давайте еще один бой но такое ощущение что да искусственный интеллект слабый он разработчик явно планировал чтобы ее играли pvp а компьютер как затычка не рабочий рабочий но не такой когда должен быть он должен быть намного сильнее последний бой последний шанс на надо рекламу игре чтобы она стала лучше ну так как бы задача разработчика рекламировать у компьютер допиливать надо ну ничего не ого то что такое маги тьмы а это массово ровно моим чувакам будет на магический щит магия света русалки это понимает чисто через магию тьмы работают их двое но они в тельняшках мы делаем так мне нужно чтобы мои чуваки были в комнате с абордажем могу сразу плыть мы должны запустить устройство магический абордаж сначала мы заряжаем магический абордаж полностью а потом проблема в том что это релиз это не ранний доступ вот главная проблема беда единственный способ как они нам наносит урон это вот эта башня тьмы все а теперь они идут в атаку они зарядили магический абордаж но они сильные у них 13 14 урон и медузы большие медуза 1 и медуза 2 точно русская игра да и я не изучил вопрос медуза 1 и медуза 2 ха 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 ну камон чего значит медуза 1 и медуза 2 ну ребят ну как это медуза 1 медуза 2 медуза 3 возвращение горгоны это та 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 там погнать они сейчас сюда стреляем по медузам пробуем убить медуз или надо им сбить хилку или магический абордаж им сбить на либо хилку либо магический абордаж шкилка на 2 не очень опасно мне кажется важнее магический абордаж и стрелять и наших чуваков всех в одной комнате собрать ты сюда ты сюда пока что чё это было то чё за чертовщина так здесь авто стрельба не сам сама будет наш пушка сама стреляет и зайдут сюда сюда так ты сюда ты сюда ты сюда ох сколько а вот оно чего башня синяя башня стреляет именно именно конкретно по противникам которые на борту твоего корабля вот он у тебя михалыч ой а ты чё куда пошло стоять медуза капец у меня чуваки тормоза ты чего не идешь-то медузы объединились нет слушай ну это жесть конечно они вот так тупо бегают по кораблю и наносит урон так ты сюда ты ты сюда ну да и сюда подожди а если они будут каждый ход из одной локации в другую переходить они просто выносят тебя ты как шахматы уже какие-то они могут просто туда-сюда ходить да теперь я иду к ним они идут направо да типа камень ножницы бумага кто кто кого перехитрит хилку сносить значит абордаж вообще не выносится попробуем в хилку стреляет они точно камень ножницы бумага ну и и чего никогда в теории надо распределять своих чуваков типа типа распределять но они сейчас пойдут направо они автоматически выигрывают двоих к ним двоих оставить но они автоматом наносит урон и это проигрывает теперь типа надо распределять персонажи по разным комнатам против этих поражение окончательный рейтинг 5 я попробую я еще один раз попробую нам битву против игрока найти на первом уровне может кто то из наших зрителей первый уровень типа вот только игру скачал если башня фигня полная магия света лучше попробуем поиск противника против медуза надо распределять бойцов по разным комнатам типа это их фишка они бегают корабль поджигают прикольно интересная боевая система не знаю насчет ее эффективности и качества этой боевой системы но интересно необычно я такое нигде не видел написано опять 5 минут 20 секунд что-то мне подсказывает что это просто циферка прописано вручную чего там терзает меня смутное сомнение в том что оно действительно высчитывает время поиска сетевой игры ну по ощущениям баланс какой то странный но тут опять же мы в самом начале игры так то оригинальность есть ну боевая система отличается от их тела всего остального на одну музыку включить да так намного лучше в конце все будет еще хуже да врага ли как такое часто бывает да что в начале баланс еще более-менее чем дальше тем хуже потому что разработчики меньше и меньше тестировали ну лейтгейм обычно тестируется меньше чем стартовая игра потому что сначала проще потестить да ты скидываешь каким-нибудь знакомым друзьям тестером каким-нибудь там в дискорде который у тебя есть в контакте ты людям скидываешь но мало кто мало кто из тестеров добровольных тестеров будет тестить тебе лейтгейм тебе могут хорошо протестить первые там пару этажей да но если игра особенно сложная у тебя то ну когда ты инди разработчик маленький не можешь себе позволить нанять тестеров за деньги чтоб они тебя тестили приходится вот вот так вот делать и поэтому да бой ел 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 нас стрим снайпили отлично и молек наши люди в голливуде или нет ну что олег потанцуем а я не могу наоборот подашите то есть как этот бой будет проходить интересно во первых я думаю что чуваков надо распределить по разным комнатам и больше чуваков надо там где я бы хочу больше ремонтировать ремонтировать я хочу больше вот здесь окей 17 секунд на ход ждем соперника йоуу самый настоящий бой бои пвп хорошая работа олег так спасибо за стрим снайпер рядовой теперь стреляем о таймер он появился на ход эмм логика я в тело подсказывает стреляй по пушкам подожди но кто выиграет если мы вот так у нас одинаковые одинаковые корабли то есть первый бой в чем в принципе здесь есть тактика как выиграть этот бой от чего будет зависеть бой если у нас абсолютно одинаковые ну типа как шахматы да в шахматах все равно что кто-то выигрывает кто-то проигрывает посмотрим мне очень интересно тактики нет ну от сельдерей сельдерей это ты игра зависла full абордаж билд нельзя делать абордаж только это сельдерей один из наших подписчиков зрителей и говорит что игра зависла ну чё ты будешь делать но это вообще катастрофа еще игра зависла доздались 3 снайпа для фвп еще небось не да и не предусмотрен этот и не предусмотрен на разрыв соединения ну не выкидывает то есть единственная опция для меня это сдаться да она не не закрывает нам бой хотите отправить отчет об ошибке да пожалуйста пишите что произошло противник отправился на дно и и победа так я если нету абордажа мы будем апгрейдить оружейную увеличение корабля не имеет смысла только хп увеличивает облина пушку блин апгрейдит урон на 2 грин на урон а можно проапгрейдить персонажа чтобы он увеличивал урон от пушек и тогда пушка будет очень хорошо дамажить окей давай попробуем тогда у нас всегда у нас теперь этот варлык то есть скелета ты дочь хотя боссы нагибать юан но не крадать сера нет меня хотя за пару стримов прошлых два мира спасибо огромное и горюс за донат 3 за сердечком спасибо большое за поддержку скелета ты добьешь хотя боссы нагибают никогда дансера нет хотя за пару стримов прошел два мира да ты все верно все верно и говорю заметил все правильно сказал я попробую еще раз игрока найти но наверное наверное без стрим снайпа не получится чат попробуйте пройти первую комнату с ботом а потом прыгнуть в очередь я очень хочу посмотреть как мультиплеер будет играться мне подсказывает что будет типа как шахматы очень интересно что до рандома практически нету все четкое то есть нету рандомного попадания не попадания как в арте или чистая и горюс насчет некрадансера и скала и то и другое классная игрушка узкала преимущество что он новый я его еще не видел и зрители его мало видели некрадансер скалу проигрывает но в плане по не того буду ли я в него играть и казанься проигрывать что игрушка уже все увидели сто тысяч раз все и все все про не знают в скале еще есть какие-то новые штуки какие-то интересные фишки которые даже никто не видел поэтому да вот будет перминут почему не играл когда он выходил я не помню я не помню чего него не играл а че в него не играл чат вы мне скажите я не помню что вчера было вы мне говорите спрашивайте сколько он вышел пару месяцев назад я не помню что на завтрак ел не играл вопрос спрашивайте скажите чем и тогда стримили даем скажу ничего не играл кроме очевидного отсутствия ритма у меня отсутствие чувства ритма вот вам некрадансер музыка я не тоже круто сегодня без скула скала простить да сегодня стал сегодня скал на выходном пускала воскресенье скал сказал я не трогать сегодня я отдыхаю воскресенье в церкву пойду этот а этот четами до скал завтра сегодня под кубы мыши вот новая игрушка виска для хорошая прикольная игра смотрим на карту по пять минут микрадансер громче тебя как это может быть как микрадансер может громче меня быть по идее такого не должно быть я смотрю на уровне звука микрадансер намного тише меня на уровне звука чат как у меня сегодня со звуком звук микрофона нормально или тихий меня на себя громче сделать вы наравне что с безуми у меня наверно сломано что-то все но горю все эти не верят и фанат микрадансер а так наверно хотелось бы я вообще молчал и только микрадансер играл себя чуть громче давайте себя чуть громче сделаем вы на меня кричите если у меня проблемы со звуком какие то я себе чуть чуть подкручу громче вот так вот так лучше или слишком громко стало чем не скажет я теперь этот или вы теря будете слышать как я бороду как бороду чесу чешу слышно минус уши ушкам неприятно слишком окей так так лучше так норм нормально контролировать у меня техника очень странная какая-то а все время чудеса делал сколько раз у нас сколько раз этот у нас сбивались настройки звука донатов и всего я не могу понять меня в пол моей жизни это война с настройками звука я сколько стримлю столько со звуком бою и не понимаю почему я ничего не трогаю она все ломается периодически где-то раз в два месяца все к чертям разваливается то же самое донаты не у одного стрим ни одного стримера нету который этот у которого ломаются оповещение о донатах от подписках я один они постоянно ломаются сами я ничего не трогаю они не понимаю как это работает магия но видимо судьба карма может я прошлой жизни был не на там контролером не за это наказание вебка закрывает рейтинг ложь чат вот видите рейтинг 2 2 535 время отжидания сколько корабли бобров прятались это жестяк короли бобров постоянно это прячется все ломается ну чего сделаешь окей мы не найдем противника стоп мы нашли противника и зимой кто олег олег ну что олег магический океан чего-то там прислать более сильный корабль окей так чё у олега есть у олега есть олег олег до нас добрался все-таки у олега есть электропушка но у него нет хилки надеюсь что у него сейчас не вылетит так у него нет хилки мне нужно чувак вот этот чувак у нас который мастер по пушкам нас же был какой-то чувак мастер по пушкам нет я же апгрейдил нам чувака на пушки мию и мию апгрейдил на ус на управление пушками нет чё я не понимаю то с меня сняли апгрейд светловолосый мне тоже кажется что вот этого чувака я апгрейдил на пушки попробуем побеждаем хорошая игра отличная работа спасибо за службу рядовой благодарю изи прокачка йоу блин нас сейчас забанят за фарм рейта да олег спасибо тебе большое за попытку поиграть спасибо огромное за 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 по за помощь но я так понимаю что это работа не сработает у нас мы пойдем в пв е посмотрим игру этот сама начала игра была рассчитана на пвп это большая шибка разбра разрабов это мое мнение примерно так то есть нам было сначала пв е делать потом прикручивать пвп сверху нужно пвп рогали как видите онлайн а нету сюда быстро в туалет бегал и поиграем пв е нет мы донат некромант посмотрим а потом я побегу в туалет некромант быстрее пожалуйста на говорит капитан варлок шумная борода осторожно а какой большой а нет вы сейчас в него обрежитесь не едет а ладно он не очень большой поэтому только обшивку немного поцарапает привет капитан варлок шумная борода это что продолжение вчерашних и приключений привет привет некромант со стажем спасибо тебе огромное за донат трезвое сердечко спасибо тебе огромное за поддержку практически да в танжек воробей у меня еще я скачал пиратов карибского моря хочу нарезок на кнопочки пиратов карибского моря еще подобрать кстати после вчерашнего стрима добро пожаловать на борт часть корабля часть команды благодаря себя благодарите за 32 сердечком показывает онлайн два человека в игре ну я и олег мы с олегом сегодня в онлайн и great great магический щит стоп да мы можем поставить магический щит медузы корабль призрак медузы прошлый раз мы медузам проиграли все будет изи победа смотрите медуз магия тьмы бардаш магия света у их нет счетов значит что надо стрелять по самим медузам иду а вот теперь у меня есть апгрейджен и чувак видимо в пвп апгрейд из персонажей снимает это что такое у меня есть пушки я буду стрелять по я буду стрелять по этим по медузам так стреляю по медузе изи медуса медуза килл до второй человек онлайне это наш зритель у нас такая сильная пушка это жесть просто в этот раз я не дам им нас заболеть чёрт промах не я знаю она на следующий ход будет здесь изи минус медуза следующий ход медуза будет здесь и на следующий ход она будет на нашем корабле но нам пофиг вынести магический абордаж чтобы она не бахал и все она на следующий ход перейдет в другую комнату да то у нее тактика такая или она останется здесь стоять смотрите она не ходит если я своих чуваков не перевожу я магический абордаж не какой-то очень крепки попробую чувака перевести сюда слушай ну медуза явно 4 искусственный и 4 смотрите если я щас не буду двигать своих чуваков она останется на месте если я чуваков перевожу она переходит в ту комнату где у меня меньше чуваков видели но это ужасный дизайн окей но это это все последний гвоздь крышку гроба это явно он это кому это как программировать в ftl чтобы когда ты выпускаешь ракету в определенный отсек компьютер автоматически реагировал убирал этих бойцов из того отсека ну да и то опять же если я попробую чувака перевести сюда она перебежит в другую комнату нет не перебежала может она каждый второй ход переходит может я ошибаюсь попробую всеми перейти сюда нет она осталась там осталась там на месте теперь перейду сюда она переходит да это она это не 50 на 50 ребят это комп комп тупо 4 потому что комп знает куда ты отправляешь ну компьютер знает куда ты своих персонажей отправляешь и реагирует соответственно хотя я не я не вижу ее ходов ну нечего сказать то есть ты 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 не можешь здесь выиграть поставь комнаты по два человека 5 на 3 плохо делится я конечно этот математике не очень но по моему 5 на 3 можно ногу положить от одного чувака в одну комнату если я поставлю в две комнаты по два человека она пойдет в пустую комнату ребят а пойдет в пустую комнату ну сейчас мы уже ее выиграем но если бы я поставил по два чувака в две комнаты она бы пошла в пустую комнату и все не затילя絵 222 погибло если она если она изначально стоит скровим ты можете ставить двух потому когда она передвигается в центр сдвигать сексу в любом случае на пятки 3 ты опытом нет она перейдет центральную комнату а потом В итоге она у тебя будет всегда в пустой комнате Если ты будешь по два чувака в двух комнатах Потому что ты за ней гонишься Она в пустую комнату Ты гонишься, она Ноги Раз в два хода ты сможешь с ней драться Но раз в два хода она будет в пустой комнате Каждый третий ход она будет уходить, да Ну, все равно это Плохой дизайн, ужасный Не просто плохой дизайн, это катастрофически Плохой дизайн Тут Ну, так не должно это работать Еще один бой Для проверки Хороший корабль большой Скелеты Они просто нападают, да Против них надо Магического бордажа Очень много хп, его сложно вынести Поэтому против скелетов Надо вынести Этот чувак мастер по щиту Надо вынести, наверное, щит сначала им Ты сюда Ты сюда Ты сюда Ты сюда Они, наверное, вот этих двух центральных Оставят дома сидеть Для ремонта А мы будем стрелять Мы будем стрелять туда, где у них бойцы стоят То есть, вот сюда Да, мы просто будем бить их бойцов Выносить этот генератор тьмы, который нам урон наносит Или можно хилку им выносить, без разницы Но тут двое врагов стоят Выгоднее на них Найми больше людей Не предлагали Я не уверен, что здесь можно нанимать больше людей Я не знаю, как игра работает Ну и опять же, вот Смотрите на эту ситуацию Здесь Игра не понимает, что ей нужно отправлять всех скелетов в бой Все эти скелеты, которые напротив стоят Они будут там стоять, пока не проиграют А они проиграют Потому что Ну, у меня просто больше бойцов То есть, я вынесу им вот эту штуку Теперь я убью всех Абордажников И как бы, да Это будет автопобеда А, нет Они тоже умеют четыреть Окей Дождите один момент Здесь ребят тоже четырят Да, они тоже умеют в пустую комнату переходить Ну, Леник получит Ну, может, эти, эти, может быть, не четырят Этим, эти, может быть, так запрограммированы заранее Пушку вынесли Отправить на ремонт На ремонт кого-нибудь Как это будет работать Они сейчас пойдут куда-нибудь или нет Вопрос на миллион долларов, а? Они скилка бессмертные, что ли? По идее, не должны быть Бессмертные Но у меня пушка не стреляет, поэтому, может быть Но, бороться с компьютером, который знает твои действия, это да Это тяжело Они, они просто Они просто переходят в ту комнату, где у тебя нет бойцов И все Тебя надо И автоматически наносит урон по корпусу Какой-то понихел Да Они переходят к дому пушки 0 хп Может быть Но мы методом эксперимента проверили на 100% на этих На предыдущем бою Не знаю, как эти скелеты тут особо непонятно было Может, они действительно рандомно ходят Или там по своей логике какой-то Но на медузах мы проверили очень хорошо Что они знают, куда пойдут твои персонажи И 4-100% в зависимости от твоих действий Не-не-не, на медузах мы хорошо проверили Там было явно видно Там нету Там сомнений нет В общем Такой мультиплеерный рогалик Чего я могу сказать про этот мультиплеерный рогалик? Ну, мисплей Мисплей рогалика Нет, от ничего Не можем мы с вами, ребят Сказать, что хорошая игра или что-то такое Как бы идея есть, задумка есть Ну Да Музыка прикольная первые 5 минут, да Музыка неплохая Один трек, но неплохая Игра стоит 18 рублей То есть Зажигалка стоит 20 В магазине То есть Что-то в этом есть У тебя зажигалка, даже не крикет А обычная дешманская зажигалка 20 рублей стоит Поэтому Работает ли она лучше зажигалки? Нет Зажигалка Все-таки Свои функции выполняет Ну, чего сделаешь? Зажигалка Вот Да Зажигалка Вон у меня рабочая лежит Поэтому Но Обидно Обидно, когда игрушка Не вывозит И придти к тому же рогалик Который у меня Ну, у меня Я люблю рогалики Я бы очень хотел, чтобы этот рогалик был крутым Я бы хотел, чтобы все игры были хорошими Все игры были рабочими И все идеи воплощались на полную Чтобы Разработчики хотят сделать мультиплеер Мультиплеер работал К сожалению Мультиплеер не работает А без мультиплеера Синглплеер Тоже не работает По техническим причинам И в итоге не работает Ни одно, ни другое Если бы она просто синглплеерная была В принципе Как синглплеерная Выглядит неплохо Если бы ее Если бы вместо того, чтобы Пилить мультиплеер Они бы запилили нормальный Искусственный интеллект То Ну За 18 рублей Рогалик был бы Нормальный Наверное Для 18 рублей Скорее всего он был бы нормальный Ну Да Есть то, что есть Что тут сделаешь Такие пироги С котятами Продолжение следует Продолжение следует